Это экстренный выпуск, потому что человек, с которым мы сегодня встречаемся, это очень особенный человек, и эта встреча внушает надежду. Мы находимся в офисе Генерального представительства Чеченской Республики Ичкирия в Украине. Вы уже много раз видели это помещение, вы видели портреты наших ичкирийских героев. И сегодня я встречаюсь с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андреем Юсовым. Добрый день, дорогие друзья, зрители и слушатели канала iNews, Ичкирия News. Мы находимся в Киеве, и я имею честь представить Андрея Юсова, представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Добрый вечер. Приветствую вас. Слава Украине. Героям слава. Слава Ичкирия. Героям слава. Нашим зрителям, конечно, будет интересно, какие на сегодняшний день приоритеты у Украины в информационном плане. В информационном плане также идет борьба, так как и борьба на фронте, война на фронте. И в этой информационной борьбе важно отражать российские информационно-психологические операции, дезинформацию, которая идет от Российской империи, от режима Путина и против Украины, в первую очередь, против всех независимых людей, сильных людей, которые готовы защищать свои права. И также, безусловно, речь идет о народах Российской Федерации, которые порабощены, которые имеют право на свой голос, на защиту своих прав. Россия продолжает вкладывать огромные ресурсы на проведение различных ИПСО. И российские спецслужбы работают, и агенты влияния, и так называемые консервы, как мы их называем, также продолжают свою работу. И в информационном плане, безусловно, важно защищать правду. Украина в данной ситуации находится, с одной стороны, в выигрышной позиции. Мы отражаем агрессию другого государства, геноцидную войну против нашей страны и нашего народа. И важно, чтобы мир не забывал об этом и называл вещи своими именами. Военные преступления военными преступлениями, добро и международное право так, как оно есть, а преступников, ну, в общем, называл своими именами и не забывал о том, что происходит сегодня. Это очень важно и для Украины, это важно для, в том числе, чеченского народа, который один из первых пострадал после развала Советского Союза от российского неоимпериализма и новой российской агрессии. И один из первых ощутил на себе, что такое путинский режим. Это важно для, я уверен, для всего международного сообщества. Над этим работаем. Как только началась полномасштабная война Российской Федерации против Украины, мы все наблюдали за тем, что на мировом уровне началась такая спецоперация по внедрению русских журналистов, каких-то инфлюенсеров, политических деятелей, их нашествия, так скажем, не только в Европу, не только на Запад, но и в украинское пространство. Как вы смотрите на эту лавину и насколько она опасна Украине? Основная волна, я сказал бы, что уже несколько спала, но с самого начала да, это на самом деле было важным фактором. Но тут можно различать разные категории. Если это человек с российским паспортом, но с убежденной позицией, он может помогать Украине. Есть люди различных национальностей с российским паспортом, которые сегодня воюют в составе вооруженных сил Украины и, скажем так, помогают Украине напрямую в отражении российской военной агрессии. Есть те, кто, как с правозащитной точки зрения, и пребывая в Украине, и за границей, четко называют вещи своими именами без придуманных каких-то историй. Но если кто-то хочет поучить жить украинцев, то лучше начать со своей родины и с Москвы или других регионов, откуда приехали. Я думаю, что мы, как независимые люди, можем сами разобраться. Какой бы Вы критерий обозначили? Вот одно время, чей Крым был критерий для того, чтобы опознать адекватного россиянина? На сегодняшний день какой бы Вы критерий обозначили? Ну, очень важный критерий – это требования условно хороших русских. Это сегодня про что? Просто прекратить стрелять, либо привлечение к ответственности военных преступников, возврат всего, что украли – это и территории, и люди, и дети, и возмещение ущерба. Ну, если просто прекратить стрелять, ну так это то, что Путин сегодня говорит. Давайте мы оставим все, что мы украли, и сделаем вид, что ничего не было. Ну, наверное, справедливый миропорядок и международное право, и устав Организации Объединенных Наций – это немножко о другом говорит. Вчера была конференция 80-летия депортации чеченского народа, 30-летие начала Первой русско-чеченской войны и два года полномасштабного вторжения России в Украину. Настало такое время. Почему так получилось, что стало возможным для Эчкерии возродиться вместе с ее честью, правдой? Ведь столько лет эта правда была поругано. Да, очень важное и заметное событие, заметное и важно и для Украины, и в международном сообществе, и для Киева честь принимать подобные мероприятия. Россия – одна из последних, последних континентальных империй в Европе. И империи умирают, но, умирая, делают и причинают много бед. И украинский народ, и многие другие народы, народы Кавказа, безусловно, это те народы, которые знают, что такое русский империализм. И что такое убийцы, мародеры. И знают хорошо, что не существует просто русского балета, как балета, или русской журналистики, как журналистики. В большинстве случаев за всем этим стоят многовековая история культивирования, превосходства одной культуры, одного народа, одного языка. Поэтому нас сегодня многое объединяет. И несмотря на то, что у Украины большая беда, если есть возможность помочь, в том числе чеченскому народу, в его борьбе и восстановлении справедливости и популяризации правды про Эчкерию во всем мире, то для Украины честь такую помощь оказать. Спасибо огромное. Вопрос о мировом сообществе, которое тоже с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, так скажем, колебалось. Какие-то голоса зазвучали, что последняя империя должна уже доразвалиться. А какие-то силы просто настаивали на том, что нет, нам необходимо сохранить Российскую Федерацию, просто переустроить ее, как-то реформировать. Вот вчера Европейский парламент принял резолюцию о дефрагментации Российской Федерации. Как вы видите эту тенденцию? Это уже направление, которое задал для себя Европейский Союз? В целом прогресс очевиден. И если до 1991 года даже о развале Советского Союза боялись просто говорить и думать, и до 2014, и до 2022 года о трансформации, либо распаде Российской империи современной, также никто не готов был говорить, то сегодня это темы нетабуированные. Об этом говорят ведущие эксперты, специалисты в мире, а также уже и политики, и государственные деятели, и даже есть решения соответствующих международных институций. Это процесс, процесс исторический, процесс неизбежный. В конце концов, процесс в интересах самого русского народа, той его части, которая хочет жить нормально, цивилизованно в современном мире, когда друг друга не уничтожают, а учитывают пожелания, уважают своих соседей, их культуру, их язык, их обычаи. И с таким русским народом, я думаю, что все смогут ужиться рядом, но не с империей, которая хочет тебя уничтожить, поработить, зайти в твой дом, забрать все и убить твоих родных. Поэтому империя уйдет в прошлое, и Российская империя не исключение. Можно последний вопрос, и очень личный, это вопрос украинки из Грузии. На самом деле, семья, которая пережила и Голодомор, и дед, который скрывался именно в Грузии, потому что здесь, в Украине, уже было ему опасно, потому что он патриот своей родины, так скажем. Проблема русификации украинцев, проблема вот этого ужаса, который нельзя описать, что ты, как украинец, второй сорт по сравнению с русскими, даже в Грузии. Вот эта проблема, как она сегодня решается в Украине, как люди осознают, это же целый процесс. Я думаю, что еще недавно люди не понимали степени этого ужаса, как поступили с украинцами, что это геноцид самый настоящий. Особенно полномасштабное втражение, безусловно, открыло глаза многим людям, которые, может быть, вчера не особенно интересовались и историей собственной, и не очень хорошо знали собственную культуру и даже язык. Сегодня это все очень изменилось, и главное изменилось для нашей молодежи, наших детей. Да, украинцы сегодня гибнут на фронте, но гибнут за то, чтобы наши дети жили в свободной, независимой стране и не боялись того, кто они, какая их история, кто их предки. И этого заслуживает каждый народ, и украинский, и чеченский, все народы Кавказа, в конце концов, все народы Российской Федерации и всего мира. И так обязательно и будет. Поэтому один из лозунгов исторический борьбы украинского сопротивления, тогда еще против Советского Союза, за нашу и вашу свободу. Спасибо огромное, Андрей, за этот разговор. Слава Украине и победы нам скорейшей. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.